Сейчас мы с вами проедем к дому, в котором родилась компания Пепл. Родилась она в гараже, если кто не знает. Первый компьютер и паладин был собран в гараже этого дома. 2-0-6-6. 2-0-6-6? Да. 2-0-7-8. Это улица, на которой жил Стив Джобс. Вот тот самый дом, в котором родилась компания Эппл. Вот в этом гараже был собран первый компьютер Эппл-1. Прикиньте. В этом доме жил Стив Джобс. И во дворе этого дома, часто с отцом, Стив копался в двигателях автомобилей. Сейчас этот дом официально считается культурно-историческим памятником. Историческая комиссия города Лос-Алтас собиралась подробно оценить само строение, принадлежавшей сестре покойного Джобса, и имущество, находящееся в нем, чтобы принять окончательное решение. И сегодня такое решение принято. Дом войдет в список городских ценностей. На его фасаде повесят соответствующую памятную доску. Доску. Доска. Доска. Доску. А в самом здании со временем создадут музей. А когда это время придет? Дом не пустует. Сейчас в нем живет мачеха Стива Мэрилин Джобс. И если она и сестра Стива Патрисия будут против, то комиссия пересмотрит свое решение. Дом не станет музеем. Так что мы находимся в очень интересном, значимом месте. Дониза растет к этому дому народная тропа. Как говорит нам интернет. Скоренький такой домишко. И вот такой вот родился гений. Таблички говорят о том, что нельзя к дому приближаться. И дом имеет security camera у камеры, которая снимает видеокамеры. Мы можем делать пикчи отсюда, вот с улицы, находясь на улице. Пикчи. Такая улочка. Тихая, красивая. Показала вам еще одну достопримечательность Силиконовой долины. Силиконовая долина. Силиконовая Просы, в кovanедине, в процессе, в dort movements, в час, вдоль January, в час. Силиконовая долина. Просы, в час markings. Силиконовая долина.